Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих огородников. Сегодня я вам покажу, как можно сделать свои стаканы собственными руками и ничего не покупать в садовом магазине. Потому что после того, как я выложила видео и статьи о том, что я пикирую вот такую вот рассаду, высокорослую, вот в эти покупные стаканы, все сразу оживились, где купить, как заказать. Но я их купила просто на пробу, чтобы испытать, действительно ли они лучше самодельных или нет. Ну, после того, как я испытала, я вот посадила, они ничем не отличаются от самодельных. Все стаканчики можно сделать точно такие же своими руками. Сейчас я покажу, как я их делаю. И этот вот способ может выручить тех, у кого, например, кто проживает в сельской местности, у вас нет, например, садовых магазинов с таким направлением, сад-огород, или вообще, может быть, нет средств покупать их. Все стаканы можно сделать собственными руками, точно такие же, ничем не хуже. Начнем со стакана вот такого объема. Он примерно около литра объем. Ну, конечно, я использую и вот такие стаканы, как говорят, что, ой, что мучиться, высадила вот в такой пол-литровый стакан и все. Но вы понимаете, что этот вариант подходит не для всех. Если ранние посевы, у меня сейчас вот эти вот томаты, видите, вот у меня какой-то сибирский изобильный, например, алтайский силач, видите они какие? Вот им сейчас этот стаканчик подошел бы идеально. Но они же будут расти еще целый месяц. Так что такой стакан ему уже не подойдет. Нужен стакан большего объема. Поэтому я делаю стаканы. У каждого из вас, кто пользуется пленками, есть вот такие старые, порванные пленки. Мы знаем, что проблема с утилизацией, они не гниют, не разлагаются в земле, их или сжигать нужно, или что. Их можно им дать вторую жизнь, сделать из них стаканы. Я выбираю целые места, нарезаю вот такие. Сразу скажу, что стаканы могут быть разных объемов, от маленьких до больших. Я вот пикирую вот такие крупные в стаканы, примерно вот они килограммовые. Это из-под ананасов. Я каждый год теряю свою такую баночку, но на Новый год я делаю салат, ананасы с курицей, и каждый раз новая банка. Просто обрезаем вот вверх, мне муж здесь наждаком срезает, и прикрепляют от того же новогоднего вина пробку. Все. Я беру, сейчас покажу, как это делается, это очень просто. Набираю туда земли. Этот стакан очень уместительный, я говорю, что туда входит килограмм. И может эта вот томатка моя большая до самого конца, до высадки в грунт здесь сидеть. Потом, конечно, я нарезала вот эти куски, соответственно, этой баночки. Если баночка меньше, можно из-под горошка взять или там из-под кукурузу. Начиная обматывать, я режу такой размер, чтобы в полтора раза, чтобы захлёст был хороший. Но это называется потом, как будут они у нас в пелёнках. Вот я намотала всё. И вот там, где вот этот вот конец у меня, я вот так делаю зажим. Можно просто пойти по кругу. Так. Можно конвертиком так, потом напротив и вот так. Никаких дырочек здесь делать не надо, вода и так вытечет. Всё. Но это я тут поторопилась. Всё равно. Потом мы убираем. Получается точно такой же стакан. Вот этот, только не купленный. Делаем здесь дырочку. Садим помидорку. Потом вот в такой же лоток. Только главное, что когда будете ставить, вот эти швы должны соприкасаться друг с другом, чтобы они не разваливались. Идём дальше. Если вам, например, резать плёнку не хочется, можете из молочных стаканов сделать вот по этому же принципу такие же стаканчики. Они будут точно такие, как вот эти. Объём такой же, но бесплатно. За зиму можно накопить много молочных. Обрезаете полторашку так же. Проделываете две дырочки и проволочку, как такой, как петельку, чтобы вытаскивать можно было. Так же наберёте земли. У меня сейчас нет обрезанной, я вам принцип покажу. Набираете земли. Так же вот здесь вот делаете конвертик. Так же вытягиваете бутылочку. Всё. Пакет с землёй сохраняет форму. Получается точно такой же пакет, как магазинный. Такой же стаканчик. Потом его не жалко будет, вы его разрежете и выбросите. Всё. Если вам нужны совсем маленькие стаканчики, например, пришла пора распикировать питунью. Кассет нет, магазин закрыт. У всех есть у нас, от наших учеников, какие-то учебники. Старые учебники можно использовать для изготовления торфяных таблеток и маленьких стаканчиков для питунья, для пикировки других цветов. Берёте баллон, если нужна, например, вот такая толщина, наматываете на него. Место разрыва также соединяете. Тут ещё проще, он держит форму. Всё уплотнили, сделали дырочку, посадили. Эти можно сделать вот такой вообще маленькой высоты. Ну, смотря какие вам нужно. Можно сделать ещё большие высоты. Вот эти вот удобные стаканчики, тем, что их не надо разворачивать, вы сможете посадить их в открытый грунт вместе со стаканом. Также по принципу торфяной таблетки. Бумага разложится, корни пройдут через неё и всё. Вот таких маленьких стаканчиков можно за зиму, я раньше делала, нафасовать заранее, накрутить. И потом, когда весна наступает, пожалуйста, пикируйте сюда питунью. Можно рассадить астру. Также в лоток установили 20, 30, 40 штучек. Не надо покупать стаканы в магазине, не надо тратить зря свои деньги, у кого нет возможности. Все стаканчики можно сделать своими руками. Плёнка у всех есть вот такая старая. Пожалуйста, крутите большие стаканы под большую рассаду. Если плёнки нет, копите молоко. За лето вы себя на весь дачный сезон обеспечите. Если нужны маленькие стаканчики, пожалуйста, или маленькая бутылочка, или любой там баллончик. Я вот дихлофосом делаю, можно лак. Накручивайте, набивайте, всё. Надеюсь, вот этот мой маленький видеоролик поможет тем, у кого действительно, но вот бывает, живут в такой сельской местности, что нет в магазине вот таких специализированных отделов сад-огород. Нет у них вот этих вот пакетиков, нет у них стаканчиков, нет торфяных таблеток. Всё это можно сделать самим. Вот это удобно. Вот из этих можно хорошие торфяные таблетки делать, если делать поменьше. Туда грунт можно положить любой. Можно перегной, торф, что угодно, опилки, песок, удобрения. Вы уже будете знать, что это ваш грунт, что он питательный, что вы набили туда, наложили, наклали то, что вам нужно, и вашим растениям он понравится. Это в любом случае, это лучше, чем магазинные торфяные таблетки. Сейчас они уже, люди жалуются, говорят, качество хуже. Не знаю, ни разу не садила в таблетках. Я всегда всё делаю своими руками, не потому что мне денег жалко, а потому что, если это можно сделать, зачем зря покупать ходить. Да и не всегда есть. Вот такие пакетики первый раз в нашем магазине привезли. У нас город не очень крупный, провинция, сибирский регион. Не всё до нас доходит. Может быть, в Подмосковье есть всё, а у нас нет, можно сказать, ничего. Вот, делаем всё сами. Надеюсь, вы последуете моему примеру и попробуете изготавливать горшочки, стаканчики, торфяные таблетки. Всё это очень просто. Если вы один раз делаете, вы потом будете делать так всегда. Могут помогать дети вполне. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о том, как, чем заменить вот эти наши магазинные товары. Даже те, у кого есть в магазинах вот эти, покупать, конечно, их очень дорого. Получается накладно. До свидания. Желаю всем хороших урожаев.